К сожалению, в Российской Федерации сейчас нет оппозиции в том смысле, в каком это понятие принято трактовать на Западе. У нас нет структур, способных в случае прихода к власти предложить стране альтернативную программу развития, осуществимую и способную что-то поменять к лучшему. Те, кто у нас именуются оппозицией, либо заведомо не способны прийти к власти иначе, как в результате государственного переворота, причем организованного не ими. Скажем, Михаил Михайлович Касьянов или Михаил Борисович Ходорковский заведомо не соберет на выборах и 2% голосов. Либо не располагают связанной программой политических и экономических преобразований. Скажем, тот же Ходорковский по сути предлагает просто вернуться в те самые лихие 90-е, где ему посчастливилось выжить и на лестнице, построенной из костей его конкурентов, подняться ввысь. Либо вовсе не предлагают сколько-нибудь внятной альтернативы. Скажем, КПРФ предлагает настолько противоречивую программу, что вообще непонятно, что из нее они собираются осуществлять. Поэтому формирование оппозиции в политическом смысле этого слова нам еще только предстоит. И более того, именно это отсутствие оппозиции – это одно из главных несчастий нашей власти, поскольку, будучи лишена альтернативы, допускающие обсуждение, она считает, что все ею предлагаемое хорошо. А всевозможные марши и прочие публичные телодвижения тех, кто сейчас именует себя внесистемной оппозицией, имеют по сути только одну цель – сделать вид, что они еще живы и нуждаются во внешних источниках финансирования. Субтитры создавал DimaTorzok